Туристическая отрасль Туристическая отрасль Туристическая отрасль Туристическая отрасль Туристическая отрасль Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, помимо места работы, какое значение в вашей жизни играет спорт? Ну, наверное, сейчас самое важное, потому что и утро, и вечер у меня полностью начинается и заканчивается день со спорта. Ну и я думаю, что и до работы в управлении спорта, начальником управления спорта тоже спорт не был на последнем месте. За кого болеете? Какие предпочтения? Ну, наверное, больше всего болею все-таки за наши национальные сборные, потому что, как любой житель нашей страны, как гомельчанин, конечно, будет болеть за родные команды. Болею за Гомель, болею за нацкоманды в любом виде спорта и стараюсь не пропускать, когда наши ребята участвуют на международных стартах где-то. А за событиями чемпионата мира по хоккею следите? Наверное, любой неравнодушный человек, особенно сейчас, когда идет чемпионат мира, не может стоять в стороне, когда белорусы в такой сильнейшей группе, в принципе, встречаются с достойными очень командами. Сейчас мы идем третьи, 7 баллов. Я думаю, что хотелось бы, чтобы наши ребята все-таки попали в верхнюю семерку. Будем за это... Я буду болеть и буду надеяться. Тем более в сборной Белоруссии и наш гомельчанин находится сегодня Никита Стененко. Он уже неоднократно выходил на лед. Поэтому, конечно, мы болеем, смотрим и надеемся на лучшее. Денис Владимирович, Вам известны данные, ну, хотя бы приблизительные, сколько жителей нашего региона активно занимается спортом? Ну, примерно где-то 19% от всего населения Гомельской области. Это 269 тысяч плюс-минус. Из них 35 тысяч – это дети и молодежь, которые постоянно занимаются в наших спортивных школах. Не сказать, что это много, но я думаю, что всегда есть к чему стремиться. То есть, чем больше людей будет приходить в фитнес-залы, будет приходить в наши спортивные учреждения, ну, тем больше будет и процент охвата вот именно людей, которые сегодня занимаются спортом и физкультурой. Спасибо. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Гомель, я Бургутков Сергей Александрович. Здравствуйте, Сергей Александрович. Вопрос такого рода. Стадион «Локомотив», блестящий зал там ведет, мини-футбольные матчи проводятся, как местного, скажем так, значения, так и международного уже были. А хотелось бы узнать, как далек от нас тот день, когда будет проводиться и, скажем так, большой футбол. Имеется команда у Гомель «Желдор Трам». Вот когда она сможет проводить матчи на своем родном стадионе. Далек ли от нас тот день, когда продолжится реконструкция стадиона, там, трибуны, поле футбольное и так далее. Спасибо за вопрос. Конечно, надеяться стоит. И то, что на сегодняшний день собственник этой спортивной базы, Гомельское отделение Белорусской железной дороги, восстанавливает данный объект, это очень замечательно. Мы сегодня получили в городе Гомеле замечательный дворец игровых видов спорта еще дополнительно за счет ввода локомотивовской площадки. И сегодня эта площадка на самом деле принимает довольно-таки высокие чемпионаты. И совсем скоро в Гомеле будет проходить международный турнир железнодорожных команд по волейболу. Что касается большого поля, большого стадиона, я думаю, что это одна из очередей. И, конечно, руководство Белорусской железной дороги будет стараться этот объект довести до логического завершения. И в скором будущем мы увидим хорошую площадку. И, конечно же, родная команда будет играть на своем стадионе. Ну а пока мы с удовольствием принимаем команду Белорусской железной дороги на стадионе 8-й школы. И я думаю, что это поле для них также довольно-таки успешно, потому что результаты, которые они показывают, довольно-таки неплохие. О спортивных достижениях и неудачах нашего региона предлагаю поговорить чуть позже, во второй части программы. А сейчас, в преддверии массового старта сезона летних отпусков, давайте обсудим состояние дел в отрасли туризма. Сначала о цифрах. О чем говорит статистика? Каковы у нас показатели въездного и выездного туризма? Да. Наверное, чтобы полностью представлять картину, надо начинать с цифр. И если посмотреть на те результаты по 2014 году, через туристические фирмы Гомельской области приехало 1821 организованный турист. Это только что касается туристических компаний, которые работали с людьми и привозили их централизованно. Если оценить, откуда приезжали к нам, это, конечно, первое место занимает Россия, на втором месте Украина, Польша, Германия, Италия. Не более 3-4 дней обычно иностранный турист проводит на территории Гомельской области. А вот что касается выезда за рубеж через, опять же, туристические фирмы, которые расположены на территории Гомельской области, у нас их около 114 в Гомельской области находятся, то 42,5 тысячи туристов выехали за пределы Республики Беларусь. И опять же, лидерах здесь можно назвать, выезжали на территорию Российской Федерации, выезжали на территорию Египта, Турции, Греции, Украины. До 2014 года лидерах была у нас Украина, но в связи с последними событиями немножко приоритеты у белорусов поменялись. И все-таки они предпочитают сегодня выезжать, если к морю, то либо Россия, либо Египет. И Беларусь за границей бывает подольше, чем иностранцы у нас, от 7 до 8 дней. Это традиционная, наверное, курсовка так называемая. Но если оценивать посещение и загруженность наших гостиниц, то в Гомельской области останавливается более 50 тысяч иностранных граждан, 80% из них из России. Но это, опять же, и транзитные пассажиры, и люди, которые приезжают сюда в командировки, то есть это не обязательно туристы. Значит, санаторно-курортные наши организации тоже оздоравливаются около 40 тысяч человек. И еще по результатам прошлого года, конечно, большая часть, это около 80% было из Российской Федерации. Но, к сожалению, вот из-за сейчас курсовой разницы, сегодня цены российских санаториев, они где-то догнали наши. И, конечно, уже нашим санаторием приходится очень жестко конкурировать. И здесь, конечно, хотелось бы, чтобы они более активно и более агрессивно себя представляли, в том числе и на российском рынке. Ну, а если анализировать численность туристов, направляемых по маршрутам туров в пределах Республики Беларусь, то есть это в том числе и туристы, наши организованные туры, школьники, студенты, организации, предприятия, то, конечно, численность их растет. На сегодняшний день экскурсантов численность где-то по сравнению с прошлым годом на 10 тысяч выросла. Ну, а, значит, количество человек на тысячи две стало больше, именно вот, которые непосредственно остались внутри, и семьями посещают уже непосредственно места достопримечательностей Гомельской области. Спасибо большое за такую подробную картину, Денис Владимирович. У нас дожидается телезритель возможности задать свой вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. День добрый. Добрый. Будьте добры, вот такой вопрос в развитии плавания в Гомельской области. Да, слушаю, пожалуйста. У нас должна подрастать талантливая молодежь, наподобие Циркина, Кухарева. Вопрос, есть такие знаменитые, талантливые, как Верниковский, и ряд других, Чайков, Хлебин, Максим, в частности. Государство у них влаживает очень много денег, а они отдачу какую дают? И второй вопрос. Мой сын, Амельченко Александр, был исключен из плавания. Ему 18 лет, кандидат в мастера спорта, его за доли секунд не дали развиваться в дальшем плавании. Скажите, пожалуйста, исключен он был откуда исключен? А? Откуда был исключен? Из спортивной школы. Из спортивной школы. Из Союза. Ну, отвечу на вопрос. Наверное, во-первых, спасибо за вопрос. В любого спортсмена, в которого государство сегодня вкладывает деньги, конечно, мы ждем отдачи. Мы ждем золотых медалей, мы ждем побед, мы ждем первых мест. Я уже говорил о том, что более 35 тысяч девчонок и мальчишек занимаются спортом. Сегодня у нас это доступно. И каждый, у кого есть какие-то показатели, прежде всего, здоровья. И если сегодня ребенок начинает с начальной группы подготовки, показывает результат, конечно, в него будут вкладываться и усилия тренерского состава, и, конечно, будут в него и государство деньги вкладывать для того, чтобы все-таки довести его до того результата, как Евгений Цуркин сегодня. То есть, который сегодня на самом деле является флагманом именно белорусского плавания. Ну, а что касается исключения, либо принятия в школу, я уже еще раз повторюсь, все же зависит от возможностей. То есть, если мы же должны понимать, что каждый ребенок должен определенные нормативы сдавать, каждый молодой человек, не все же сегодня являются студентами училища Олимпийского резерва, там лучше сегодня те, на которых мы делаем опять же ставку. То есть, это уже члены национальных сборных, это сегодня, значит, состав переменный, либо второй состав национальных команд наших. То есть, это те ребята, которые уже определенные сито прошли. Поэтому не всем дано стать олимпийскими чемпионами. Денис Владимирович, конечно, причины исключения из школы могут быть вполне объективными. Но мы не знаем всей ситуации, я прошу вас в нее вникнуть. Хорошо, с удовольствием. Спасибо большое. Я предлагаю вернуться к теме развития туризма в нашем регионе. Где и как вы предпочитаете отдыхать? Ответы гомельчан на этот вопрос наших корреспондентов дали в постоянной рубрике «Есть мнение». Отдыхать с семьей, неважно где, главное, чтобы совместно. Летом на море, где-то, может, в Крыму или где-то за границей хотелось бы. Ну, ближе, там, где море есть, в общем, или речка. А что в Беларуси хуже, озера есть? Ну, так, не знаю, хочется, может, вырваться в какую-то другую страну или город. Ну, или речки сошь можно на выходных, а так, чтобы длительно, так нет. На южном берегу реки Уть. У вас дача? У дочки дача. Ну, вот там проводим в основном время. Чудесно, неожиданно. Так, чтобы, вот, понимаете, не как всегда. У меня отпуск начинается послезавтра. И вот послезавтра я решу, как я буду проводить. Желательно с книгами. И побольше. На даче, на грядках. А в санаторий поехать? Ну, да, хотелось бы, но не очень. Но не всегда доступны путевки. Сейчас больше россиян у нас отдыхают в санаториях. То времени нет, то слишком дорогие путевки. Рыбалка. Витебские озера. Все. Прогулки по городу. Мне больше всего нравится отдыхать такой. Любой отдых по-своему хорош. Каждому свое. Кто-то куда-то ездит, кто-то на даче себя видит прекрасно. Кто-то вышел, шашлыки пожарил, отдохнул. Нормально. Ну, культурный вид отдыха. Там, в кино сходить, погулять с друзьями. Отдохнуть, так сказать, культурно. Ну, я предпочитаю скорее посидеть дома и почитать какую-нибудь умную литературу. Дома. Здесь, в Белоруссии. Хотелось бы, конечно, на Донбасс. Там мои родственники живут, самые близкие. Но не могу. Там действия. Поэтому вопрос ко мне, конечно, такой грустный. В отпуск мы ходим, как правило, зимой, осенью поздней. Поэтому мы предпочитаем отдыхать. Где-то в Европе, за границей. В общем-то, в Египет, Турции. Я предпочитаю отдыхать. Рыбалка, палатки, отдых. Ну, костер вот это. Очень отлично у нас здесь. На берегу Сажа, Днепра, Припяти. Ну, летом получается. Ну, зимой, конечно, у нас отдыхать. Я люблю лыжи. Поэтому у нас тут не очень. Можно ехать куда-то, там, в Минск. Ну, на Украину ездили раньше. Сейчас уже не получается. Поэтому активный образ жизни. Люблю за границей. Но я знаю, что в Белоруссии тоже есть очень много красивых мест. И надеюсь, ну, возможно, в этом году я отдохну в Белоруссии. Потому что здесь все-таки природа красивая. Погода хорошая. Ни жарко, ни холодно. И условия подходящие. Продолжаем диалог в прямом эфире. И принимаем в нашей студии очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы узнать о перспективах развития в Гомеле спортивного скалолазания. Мы знаем, что недавно прошел чемпионат Белоруссии по скалолазанию в Витязке. И наша команда заняла первое место. Вот один из представителей. Тренер Валерий Отчик и тренер Валерий Глебовцев. И хотелось бы узнать, как этот вид спорта поддерживается. Потому что, в принципе, в основном держится на энтузиазме как тренеров, так и самих спортсменов. Спасибо большое. Поняли вас. Денис Владимирович, пожалуйста, прокомментируйте. Спасибо большое. Любой вид спорта на энтузиазме держится. Потому что, если не будет энтузиастов, то, наверное, и не будет людей целеустремленных, которые бы это развивали. Что касается скалолазания, то у нас есть такая программа государственного развития туризма в Республике Беларусь. И вот в этом году мы надеемся все-таки ввести скалодром в Жлобине. У нас своеобразно еще одна площадка появится. Ну а что касается поддержки, то в календаре спортивных мероприятий управления спорта и туризма соревнования республиканские заложены. И по, скажем так, мере их приближения мы поддерживаем и финансируем выезды наших спортсменов на эти спортивные соревнования. Спасибо. Я хотела бы обсудить увиденное в нашем видео опросе. Совершенно случайно корреспонденты встретили в Гомеле чемпионку Беларуси по фигурному катанию Янину Макинко. Думаю, что к ее мнению стоит прислушаться. Наверняка она много где успела побывать. Ну и планирует отдыхать в Беларуси. Денис Владимирович, что говорит статистика? Какие объекты, какие места отдыха в нашем регионе наиболее востребованы у туристов? Ну, я думаю, что надо прежде всего понимать, что есть объекты, которые у нас уже стали брендовыми. То есть тоже золотое кольцо Гомельщины, которое на сегодняшний день мы не первый год развиваем, поддерживаем. И на любых выставках, международных каких-то форумах мы, конечно, этот проект продвигаем. Ни один район в это кольцо входит. И начиная от Дворцового паркового ансамбля, Ветковского музея, Чечерской ратуши, можно продолжать. То есть нашего Припятского полесья, города Турово. То есть это те объекты туристические, которые сегодня не стоят на месте, развиваются. И те места, куда мы всегда предлагаем туристу поехать. Ну, а если говорить о направлениях туристической сферы, которые сегодня у нас в государстве развиваются, поддерживаются, и они наиболее развиты в области, то здесь, конечно, наверное, надо назвать познавательный туризм. Это наши музеи, их довольно-таки большое количество. И, поверьте, наши музеи заслуживают внимания. Я совсем недавно побыл в Лоеве и, поверьте, уже другими с какими-то глазами взглянул вообще на экспозицию этого музея. Я был настолько тронут отношением музейных работников к этому. И каждый раз, посещая музей, открываешь для себя что-то новое. Экологический туризм. Очень перспективное, модное в Европе направление. И, благо, у нас в области для этого созданы все условия. У нас количество заказников довольно-таки большое. Ну, а наш, скажем так, национальный парк Припятский, он, на мой взгляд, заслуживает очень большого внимания. И на порядок выше других парков, которые сегодня в Беларуси есть. Конечно, Беловежская пуща свои изюминки, но у нас, конечно же, свои изюминки. Сельский туризм, агротуризм, как его сегодня называют, очень перспективное направление. Сегодня поддерживается главой государства. И есть агроусадьбы в Житковичском, Лерическом, Мозырском, Гомельском районе, которые неповторимы. И каждый хозяин агроусадьбы пытается какими-то новыми элементами завлечь к себе посетителей. Охотничий туризм, паломнический или религиозный туризм, туров. Значит, тоже своеобразная изюминка, которой нет ни в одном регионе нашей республики. Спортивный туризм, наши спортивные базы. Сегодня мы их активно продвигаем, особенно на международных выставках, работаем с нашими коллегами в Российской Федерации. Предлагаем проводить учебно-тренировочные сборы на наших спортивных базах. Потому что и наши объекты в Жлобине, и в городе Гомеле, в других регионах, они довольно-таки высокого уровня. И практика прошлых лет показала, что цена-качество соответствует соответственно. И российские команды выбирают наши объекты для проведения учебно-тренировочных сборов. Ну и событийный туризм, туризм, который сегодня надо развивать. Мы сегодня можем сразу сходу назвать Сожский хоровод, Зов Полесе. Это те мероприятия, которые привлекают любителей этноса, любителей танца, любителей фольклора. То есть вот такой туризм должен появиться в каждом регионе, в каждом районе нашей области. Ну и не надо забывать, конечно, о медицинском туризме. Об этом сейчас очень много говорят. И, наверное, приятно, что у нас в городе есть фирмы, которые работают с иностранцами, продвигают нашу медицину, предлагают иностранцам у нас свое здоровье поправлять. И это будет позволять, конечно, и положительному развитию медицины в целом. Ну что ж, продолжение как раз этой темы, развитие различных направлений туризма. На Гомничине я предлагаю посмотреть сюжет наших корреспондентов. Внимание на экран. Международный турнир по футболу Кубок Героев Чернобыля – одно из последних крупных спортивных соревнований, прошедших в Гомеле. На поле с дюшор номер 8 за звание победителя боролись студенческие команды из Беларуси, России, Украины и Молдовы. Отзывы об организации проведения исключительно положительные. В последние годы в области вообще появилось немало спортивных объектов далеко не местного уровня, на которых можно не только проводить соревнования, но и организовывать тренировочный процесс. Только в текущем году эту возможность уже использовали команды пятиборцев из России и легкоатлеты из Молдовы. А это и есть спортивный туризм. В Молдавию приезжала тоже по легкой атлетике, проводились учебно-тренировочные сборы. У нас в Гомеле тоже также размещение, организация их досуга проводилась здесь у нас в Гомеле. То есть они смотрели объекты не только спортивные, но и туристические. То есть это парк, дворцево-парковый ансамбль, это музей наши, музей военной славы очень понравился им. То есть спортсменам не только спорт интересен, но еще наш потенциал в Гомельске. А развивать туристические услуги сегодня вообще можно исключительно во взаимодействии всех заинтересованных сторон. Только в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля в прошлом году побывали более 300 тысяч человек. Поэтому показатели учреждения на пятом месте в Беларуси. Сколько туристов посетили еще и парк, точно неизвестно. В связи с чем сейчас в администрации прорабатывают вопрос установки специальных фотофиксаторов. В конце концов, если уж развиваясь музейный туризм, то руководствоваться нужно реальными цифрами. При том, что планы большие. Мы ввели единый билет, который дает возможность посещать все объекты дворцово-паркового ансамбля. Это дворец Румянцевых и Паскевичей, Зимний сад, филиал Ветковского музея. Сделаем башню обозрения. Это добавится еще башня обозрения. Сделаем усыпальницу. Тоже у нас по проекту в этом году начать работы и завершить. Будет еще один объект. И турист может проводить здесь не один день, потому что за один день все объекты невозможно посетить. Тут уже необходимо как минимум два дня, чтобы везде успеть все посмотреть. Поэтому туристу необходимо будет заселиться в отель. Комфортабельность гомельских гостиниц – отдельный разговор. К счастью, ушли в прошлое те времена, когда уровень обслуживания в них был таким, что некоторые туроператоры вынуждены были искать места для проживания даже за пределами страны. Сегодня к услугам номера на любой вкус и за соответствующую цену. Правда, постоянно увеличивать последнюю гостиницы не могут, рискуя остаться вообще без посетителей. Только в Гомеле в наем сейчас сдается около трех тысяч квартир. Это реальная конкуренция гостиничному бизнесу. В гостинице «Гомель Турист» дочернем предприятии «Беларусь Туриста» сделали ремонт номеров и готовы принимать всех желающих. Кстати, версию об очень уж взыскательных иностранцах здесь не поддерживают. Говорят, бывают всякие. Есть разные туристы, опять же, есть с большими запросами, есть с более скромными запросами. И туристы, в принципе, понимают, что цена есть равно качество. То есть, чем дороже номер, тем он более комфортабельный, больше качества. Ну и себя стараются найти. Ну, так сказать, чтобы они прямо были требовательнее, чем белорусские, такого нет. Специалисты по туруслугам говорят, что за последние годы этот бизнес пережил два более-менее крупных спада. В начале кризис общий европейский, а в прошлом году российский. Правда, если у россиян ситуация начинает улучшаться, то туристов из дальнего зарубежья у нас по-прежнему немного. Причин здесь несколько. Начиная от слабой рекламы, часто на сайтах информация только на непонятном для иностранцев русском языке, до необходимости приобретения визы. Визовый режим с Республикой Беларусь, то есть, чтобы иностранцу въехать, ему нужно открывать визу. Как бы это немножко останавливает туристов из дальнего зарубежья. Что касаемо Европы, это останавливает туристов на въезд, потому что виза стоит порядка 90 евро для иностранцев. И чтобы побыть у нас здесь два дня или три, а в основном экскурсионные туры, это двухдневные, трехдневные, ему нужно открыть еще визы. Экскурсии недорогие, но туристов все-таки визы останавливают. В основном едут к нам те, с которыми у нас нету визового режима. Начальник управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Денис Владимирович Езерский сегодня в гостях у диалога. Продолжаем беседу. Денис Владимирович, минувший год, год гостеприимства был призван как-то изменить к лучшему картину въездного туризма в регионе, в целом в стране. Скажите, пожалуйста, что удалось сделать за прошлый год? Что вы считаете наиболее важным? Да, все на это надеялись, и мы ни в стране не остались. Это приятно. Если брать по объектам туриндустрии, по увеличению, либо по обслуживанию, скажем так, объектов туриндустрии. В Гомеле, значит, гостиница у нас появилась, два хостела. Появилась благодаря тому, что год гостеприимства и чемпионат мира приоткрыл какие-то новые моменты для нас. Гостиница в городе Турове, опять же, новая у нас. Появились новые кафе и объекты придорожного сервиса, потому что целая программа была на это направлена. Модернизация санаторно-курортных учреждений. Был открыт новый жилой корпус в санатории «Золотые пески» в Гомельском районе. Новые усадьбы появились. И, конечно, благодаря тому, что чемпионат мира по хоккею проходил, у нас произошла модернизация и ремонт в нашем аэропорту Гомельском. Были приобретены новые экскурсионные автобусы, которыми мы сегодня пользуемся. И они довольно-таки высокого уровня. Конечно, программа прошлого года была очень положительная для всего туризма и для развития туризма в регионе. Сельский туризм. Направление достаточно еще для нас молодое, но очень перспективное и быстро развивающееся. Как показывает практика, сегодня только красивой природой, только комфортными условиями проживания туриста не заманишь. Нужно искать какую-то изюминку, какие-то особенности. Как вы считаете, хозяевам агроусадеб на Гомельщине удалось это сделать уже? Да, многим удалось. И вот приятно, что они не стоят на месте. Я уже немножко об этом говорил. И сегодня любого, кто приедет в наши агроусадьбы на территории Гомельской области, владельцы наших агроусадьб, помимо, как уже было сказано, проживания, хорошего качественного питания, встретят разработанные и подготовленные программы пребывания. И чтобы задержать туриста, вернуть его, конечно, каждый старается, на что способен. Кто-то делает упор на охоту и покажет, как это делалось в старину. Кто-то делает упор на рыбалку. И, соответственно, все для этого создает все условия. Особенно если агроусадьба находится на берегу реки, либо живописного озера. Кто-то играет на каких-то национальных инструментах. И, соответственно, посвящает этому всю вот... И предлагает туристу именно такой отдых. Значит, кто-то пасеки держит. И, соответственно, люди едут за этим. В яблонь и сада. То есть каждый хозяин агроусадьбы старается найти свою изюминку, ее развивать, придерживаться и, конечно же, делать все для того, чтобы сегодня тот, кто приехал в эту агроусадьбу, он остался и еще раз вернулся с друзьями, с коллегами и, соответственно, рассказал об этом. Поэтому здесь приятно, что люди, которые начали заниматься агроусадьбами, они почувствовали всю эту прелесть, живут этим, развивают это. И им за это большое спасибо. Спасибо вам. У нас есть очередной вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире. Алло. Здравствуйте. Я хотел бы спросить. Вот сейчас проблема обстоит с единоборствами. Нету базы, где заниматься спортсменом. В Гомеле? Да, в Гомеле. Восточное единоборство? Нет, просто единоборство. Ну, борьба вольная, грекоринская. Спасибо. Спасибо. Не соглашусь. Буквально в прошлом месяце проводился расширенный тренерский совет. И да, раньше существовала база, которая находилась за центральным стадионом. Сейчас мы знаем, комплекс спортивный этот реконструируется. Сегодня в детско-юношеской спортивной школе номер 2 города Гомеля по улице Богдана Хмельницкого созданы абсолютно все условия для того, чтобы единоборства развивались. На тренерском совете было принято решение возобновить дни борьбы, которые выбраны старшие судьи, мужской и женской наших направлений, по вольной борьбе. Такой же тренерский совет совсем скоро пройдет по грекоримской борьбе. Поэтому сейчас идет оптимизация центра единоборств города Гомеля. Поэтому сказать о том, что в Гомеле негде заниматься, либо какие-то условия не созданы, я не соглашусь с этим. Сегодня мы эту базу развиваем, мы закупаем новые ковры. В этом году тоже мы планируем продолжать это направление для того, чтобы в других населенных пунктах таким же образом расширять. И вообще, хочу сказать, что у нас борьба – это один из приоритетов и приоритетных направлений, потому что мы надеемся в том числе и на завоевание лицензий в этом виде спорта в предстоящих Олимпийских играх Рио-де-Жанейро. У нас есть хорошие примеры. Мария Мамашук, чемпиона Европы в 2015 году стала. Хорошие традиции, замечательные тренера. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 77-68-45 с номером телефона, по которому вы можете задать вопросы или высказать свое мнение. Присоединяйтесь к диалогу. Мы продолжаем наш диалог о развитии туризма в регионе. Действительно, у нас есть где побывать, есть что посмотреть. Но пытают такое мнение, что нечем себя после экскурсии занять. Не хватает точек общепита, не хватает каких-то торговых объектов, где можно было бы приобрести сувениры. Как вы считаете, какие факторы сегодня тормозят развитие туризма в регионе? Уже было немножко в репортаже об этом сказано. Я думаю, что упрощение визового режима довольно-таки положительно бы сыграло. И во время проведения чемпионата по хоккею показалось, что наша страна вообще интересна иностранцам особенно. И я соглашусь, что у нас есть что посмотреть и где с интересом провести время. Не только людям взрослым, но и семьям, и молодежи. Сегодня довольно-таки достаточно таких мест. Ну и у собственников объектов, конечно, на сегодняшний день они не должны стоять на месте. Мы уже научили, наконец-то, продавать и в музеях, и в гостиницах какие-то сувениры, еще какие-то элементы новые вникать, привлекать. И сегодня, я думаю, что прошедший чемпионат мира, прошлый год, он очень многое нам открыл. Поэтому, конечно, если бы визовый режим был упрощен, к нам бы поехали не только те туристы, у которых у нас нету каких-то барьеров, но и другие страны, где сегодня необходимо визовый взбор заплатить и так далее. Спасибо. Денис Владимирович, конечно, в беседе с вами мы не можем не обойти и спортивные достижения нашего региона, хотя уже, к сожалению, не так много времени остается. Гомельщина, спортивная, всегда выглядела очень достойно на фоне других областей Беларуси. Каковы наши позиции сейчас, как вы их оцениваете? На сегодняшний день мы по итогам прошлого года занимаем стабильно второе место после города Минска по олимпийским видам спорта и спорту высших достижений. Подготовки спортсменов резерва. В зачет идут результаты чемпионата мира, чемпионатов страны, республиканских, олимпийских дней молодежи и так далее. Поэтому здесь, я надеюсь, что и этот год он не будет исключением. По крайней мере, мы все должны для этого сделать. Такая задача, поставленная губернатором перед всей отраслью спорта. Также стоит, наверное, отметить, что наша школа высшего спортивного мастерства уже не первый год становится лучшей во всей республике. А училище Олимпийского резерва занимает второе место после республиканского училища. Поэтому, конечно, я думаю, что это довольно-таки достойные результаты. И в эти результаты вложен в труд всех, кто работает в этой отрасли, в этих учреждениях. Я каждого благодарю за то, что они добросовестно выполняют свою работу. Денис Владимирович, на каком этапе сейчас подготовка к Олимпийским играм будущего года? Как Гомельщина принимает участие в этом процессе? На сегодняшний день мы ставим задачу перед нашими спортсменами и тренерским составом на завоевание 20-25 лицензий. У нас уже есть лицензия по плаванию у Жени Цуркина. И я надеюсь, она не последняя. На сегодняшний день, я уже говорил об этом, мы большие надежды возлагаем на нашу борьбу и наших борцов. Мы надеемся на грибцов. И последний результат в Чехии показал, что нам это по силам. Четыре золотых медали, они довольно-таки высокого уровня. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей должны справиться. Женская команда по гандболу стала обладательницей впервые. Обладательницей Кубка страны. Как Вы считаете, может ли наш регион рассчитывать еще на какие-то значимые достижения именно в игровых видах? Ну, не только женская команда стала чемпионом и Кубок они взяли. У нас буквально совсем недавно также Кубок взяла сборная «Жемчужина Полесия» по волейболу команда Мозырска. Они тоже стали чемпионами страны. То есть у нас два таких значимых результата у женщин. Мы надеемся также на хороший достойный результат у наших фатерполистов. В ноябре закончится турнир. Ну и также возлагаем надежды на гандболистов. Еще соревнования не закончены. Спасибо большое. Остается только пожелать удачи нашим спортсменам, чтобы она их не оставила на самых высоких стартах. Спасибо. Благодарю Вас за участие в нашем диалоге сегодняшнем. Спасибо. Начальник управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Денис Езерский был у нас в гостях. Спасибо за внимание. С наступающим праздником великой победы мира и добра Вам. Денис Езерский был у нас в гостях.